Добрый день. Алло. Магомед. Ага, да. Добрый день. Меня зовут Алиса. Звоню из компании «Газпром». Поздравляю вас с успешной заявкой. Скажите, хотели с какой-то информацией ознакомиться? С какой информацией? Вы оставили заявку по проекту «Газпром», правильно? Угу. Так, так, так. Да. Возможно, успели с какой-то информацией ознакомиться по проекту, либо по торговле на бирже? Не, не, я не успел. Угу. Я поняла. Хорошо. Скажите, а какой-то опыт уже есть в данной сфере? Что за опыт? Какой опыт? Опыт есть в данной сфере? В торговле, допустим? В заработке в интернете? Торговля. В торговле есть опыты в торговле. Торговля нет. Да? А какой опыт? Ну, обычный, только торговля обычная. В ларке там, в ларке, на рынке. На рынке, да. А вы чем торговали? С фруктами, овощами? Еще была куртка. Куртка, брюки были еще там, было. Угу. Чертки, ногти были, ларежки, зимняя шарка была, еще лыжи. Угу. Я поняла. Угу. Подтяжки были. Слышите меня, да? Да. Слышите. Угу. А этой торговлей вы сейчас занимаетесь? Нет. Угу. Это в прошлом, получается. Да, у вас какой-то бизнес был? Ага. Так, так, так. Да, да, да. Я вас слышу, да? Да, да. А чем сейчас занимаетесь? Где работаете? На стройке. Угу. Строителем или там прорабом, не знаю. Прорабом? А, вы прораб. Угу. Интересно. Такая, ну, сложная, да, мне кажется, сфера? Очень физически сложная. Да, сложная, в первый раз. Стройка, она, в первый раз. Угу. Угу. Не подсмагився. Угу. Угу. Скажи, а как давно работаете? Давно. Угу. Это более 10 лет, да? Угу. Так, так. Да. Более. Алло, Матамин. Более, более. Более. Угу. Более, более. Хорошо. Хорошо. Угу. Вы, получается, со строителя, да, начинали и вот до расследа прораба? Ого. У меня высшее техническое образование. А, то есть вы по специальности пошли работать, да? Да, 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 да. Да, да, да. А вообще нравится то, чем занимаетесь? А? А нравится то, чем вы занимаетесь? Нравится нормальная работа, да, хорошая работа, да, хорошая. Угу. Нормальная, но просто сложная, да, физически? Угу. Сложная физически, да. А по сколько часов в день вам приходится работать? Много часов в день, да. Восьми часов в день. А, восемь часов. Угу. Хорошо. А сколько у вас получается зарабатывать? Что делать? А сколько получается зарабатывать, работая вот по восемь часов? А зачем? Смотрите, я задаю эти вопросы для того, чтобы понять вашу ситуацию, да, и вашу цель дополнительного заработка. Поэтому и спрашиваю. Так сколько получается зарабатывать? А вы из налоговой инспекции? Нет, слава богу, я не из налоговой инспекции. Мне просто это нужно понять, чтобы разработать для вас правильную стратегию торговли. Я по телефону не могу такие данные говорить. Угу. Хорошо, не говорите, но я так понимаю, это как бы немного, да, там 50-60 тысяч примерно. Но я знаю, мне знакомый просто в строительстве работает. Угу, так, да, хорошо. Угу. Да, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Да, хорошо. Алло, да, у вас там какие-то действия, да, происходят? Люди приходят? Люди приходят и уходят, да. А, так вам за какими-то заданиями они, наверное, да, приходят, уточняют? Да, да, заданиями, конечно. Марк у тебя приходил, задания не дал, чтобы он задания сделал. Да, ну, правильно, вы контролируете, все-таки вы их начальник. Да, да, правильно, без контроля ничего не будет. Да, без контроля нет. Да, хорошо. Смотрите, Магомед, я так понимаю, сферы опыта, опыта в сфере торговли в интернете у вас нет. А слышали вообще что-то о бирже, о биржевой торговле? Ага, да, да. Я не знаю, какая биржевая? Биржевая торговля, акции, там, покупать, допустим, валюту. Слышали что-то? Слышал, да. Да, а что слышали? Ну, что акции, биржевая торговля. Что акции. Угу. Угу. Я поняла. Смотрю вашу анкету, тут у вас вот четвертый вопрос был. Отвели, что хотите помогать... Ну, так, так. Что хотите помогать родным, да? То есть, вы говорите про свою семью. Это каким родным помогать? Чим помогать? Ну, вот я хочу у вас спросить, не знаю, у вас в анкете так написано. А, ну, можно и помогать им, в принципе. А что, им нужна помощь какая-то? Я же не знаю ваших родных, поэтому и спрашиваю. Вы просто ответили, что вот хотите помогать родным, поэтому и спрашиваю. Ну, я понял. Ну, можно и помочь им, я не знаю, почему они помогают. А вы имели в виду родным, это, ну, жена дети или родители? А где родным? А что вы имеете в виду под родным, имел в виду, я не знаю. Ну, смотрите, вы заполняли анкету, правильно? Когда отправляли заявку. Ага, так. Да. И там был вопрос, ну, вот, куда хотите потратить заработанные деньги. И ваш ответ был, помогать родным. Ага, так. Поэтому вот и уточняю. Я понял, так, хорошо. Ну, можно и помогать им, да. Можно помогать. А для чего вообще вот хотите дополнительный заработок? Я не знаю, кредиты закрыть какие-то? Или в работу? Ну, можно и закрыть, конечно, можно закрыть кредиты. Да, у вас есть, да, кредиты? Почему здесь у меня? Ну, вы говорите, можно закрыть кредиты. Значит, они должны быть, чтобы закрыть, правильно? А зачем? А в каком плане зачем? А зачем вы это спрашиваете? Смотрите, я спрашиваю. Нет, я кредиты не предлагаю. Я просто это спрашиваю. Нет, я звоню из Газпрома. Кредиты я не предлагаю. Опять же, спрашиваю для того, чтобы понять вашу ситуацию и разработать для вас лучшую стратегию заработка. Ну, разработайте мне начальный какой-нибудь там. У меня же высшее техническое образование. Разработайте начальный капитализм. Угу. Капитализм там какой-то. Угу. Начальный капитализм. А думали вообще о сумме, которую хотите зарабатывать в месяц, чтобы вот покрывать ваши желания? Я не думал, Вер. Не думал. Угу. А если вот подумать, то какую бы сумму для вас была идеальной для заработка? Для начала, допустим. Ага. 300 тысяч рублей. 300. 300 тысяч рублей в месяц, да, хотите зарабатывать? Ага, так, так, да. Так, хорошо. Угу, хорошо. Ну, скажу вам, что это вполне реальная сумма. Многие наши партнеры зарабатывают даже больше. Поэтому вполне реально ее зарабатывать. Клоги, да, это насилка. Ага, так. Понял. Смотрите, давайте тогда расскажу вам, в принципе, на чем можно зарабатывать и как работает рынок. Ага. И дальше мы будем с вами соответственно действовать. Смотрите, расскажу на простом примере, да, вот на строительстве, допустим. Вы закупаете строительные материалы на оптовых базах. Ага. Дешевле, да, и потом их используете и продаете дороже, как бы, да, или на рынке там дороже продают. Так же, как и в торговле, да, вы торговали одеждой. Покупали дешевле, продавали дороже. Точно так же работает и биржа, торговля на бирже. Только мы покупаем не товары, не одежду, не продукты, а покупаем акции, облигации, валюту. А, так я понял, хорошо. Да, слышите, да, меня? Да, конечно, ну что вы. Да, да, хорошо. То есть, получается, мы покупаем, допустим, акции дешевле, продаем дороже, и на вот этой вот разнице в цене мы зарабатываем. Да. В принципе, понятно, да, как работает биржа? Да, да. Да, понял, конечно. Ну да, я просто уточняю, да. Ну, я понимаю, что в торговле у вас большой опыт, поэтому я уверена, что вы разбираетесь. Но, как вы понимаете, да, то есть, чтобы понять, какая акция будет расти или валюта, нужно разбираться в этом, потому что если наугад просто что-то покупать, то заработать на этом будет очень сложно. Поэтому мы предлагаем работу со специалистом, с аналитикой. Я понял. Понимаете вообще, кто такой аналитик? Нет. А кто такой аналитик? Что это за аналитик? Отсказываю. Аналитик – это специалист, который в Твере работает более 15 лет. То есть, у него есть доступ к закрытым источникам информации, где он уже знает, какая акция будет дорожать или подешеветь. И вы сотрудничаете вместе с ним. Получается... Аналитик, ага. Я понял. Да. Так, так, так. Он вас полностью обучает, рассказывает, как работает сфера, как правильно инвестировать. И таким образом вы зарабатываете. Он вам дает также торговые сигналы. Знаете, что такое торговые сигналы? Да, нет, я не знаю, что это такое. Рассказываю. Смотрите, торговый сигнал – это, допустим, ваш аналитик вам говорит, там, в 10.30 нужно купить акцию Тинькофф, потому что я знаю по каким-то причинам, цена ее варят. Ага. Так, так, так. Ну понятно. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Месяц, и, соответственно, прибыль ваша будет расти, да? То есть, ну, сложный процесс. Прямо сколько пойти туда? Ага. Понятно, да? Смотрите, есть также второй вариант партнерства – это работа с автоматической системой. Ага. Я буду указывать эти тесты. Автоматическая система – это когда, допустим, у вас нет времени, да, вы не хотите заморачиваться, не хотите разбираться в этой сфере, мы подключаем для вас эту систему, и она за вас уже открывает и закрывает сделки. Да, вам нужно буквально там пять минут в день, чтобы зайти на платформу, посмотреть, сколько вы сегодня заработали, какие сделки открыли-закрыли для вас, и, в принципе, на этом ваша работа заключается. То есть, это более, как, знаете, такой пассивный доход. То есть, вы, как бы, ничего не делаете, грубо говоря, кроме инвестирования, но зарабатываете каждый день на этом деньги. Ну, да, 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 да. И доходность с этой системой – это 20-25% в среднем, да, то есть 600 тысяч в месяц вы можете зарабатывать 25 тысяч рублей. А-а-а, да, да, да. Да, конечно, будет, будет. Угу, да, хорошо, ну, потому что в среднем там нужно 2 с половиной часа в неделю, в принципе, для того, чтобы работать с наличником. Хорошо, я вас услышала. Да, да. Смотрите, тогда предлагаю сейчас ознакомиться с платформой, на которой мы будем работать, чтобы у вас уже визуально, да, вы понимали, как это выглядит, куда что нажимать. Ну, конечно. Угу, ну, тогда уже, да, смотрите, тогда можете меня поставить сейчас на громкую связь? Да, могу, да. И я вам отправлю. Поставлю. Угу. Я отправлю вам приглашение на платформу, и мы вместе с вами зайдем. Скажите, электронным ящиком пользуетесь? Нет, ну, каким ящик? Это что за ящик там? Ящики какие-то. Ну, электронная почта. Там, mail.ru. Да, я у меня пользуюсь, но сейчас не пользуюсь я вот. Сейчас не пользуюсь. Угу, а сейчас есть доступ к интернету, да? Ага, ага. Угу. А WhatsApp, Telegram, Mailer, пользуйтесь? WhatsApp, 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 я пользуюсь. WhatsApp. Угу, хорошо. Тогда добавляю вас сейчас в WhatsApp и отправляю вам ссылку. Ага, так, 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 так. Так. Ага. Ну, ну, ага. Скажите, возможно, какие-то вопросы на данном этапе возникли? Нет, нет вопросов. А какие, я же не знаю, я же не стараюсь. Нет, ну да, ну, возможно, какие-то возникают, тогда задавайте. Нет, я не знаю. Так, пишу вам. Пишу, я тоже пишу. Росток. Угу, получили сообщение от меня в WhatsApp? Так, сейчас, сейчас, вот, 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 сейчас, так, в WhatsApp. Как нажать? А, вот в WhatsApp. Так, сейчас на WhatsApp. Так, в WhatsApp. Так, смотрим. Нет, не получили. А у вас WhatsApp на этом номере? Давайте я продиктую номер, скажите, правильно или нет. Ну, конечно, на этом номере. А какой другой? Нет других номеров? А как же? Нет. Я просто вижу, что вот сообщение не заставлено. Ага, интересно, а почему это так? А возможно, у вас нет интернета, а можете проверить, работает мобильный интернет? Так, сейчас, вот я кнопочку. Передача данных включена, написано включена, передача данных. Угу, включена, окей, странно. Окей, let's do it. Ага, странно, конечно, да. Да, давайте еще раз тогда посмотрим. Да, почему-то не доставляется. А возможно, знаете, нажмите, вот там, где передача данных, да, нажмите выключить и заново включить. Посмотрим, может так получится. Так, сейчас. Так, включить. Так, нажал выключить. Нажал включить. Так, нажал, все. Переключить. Угу, заходите теперь в WhatsApp. Я зашел в WhatsApp, вот в WhatsApp, а здесь в WhatsApp. Угу. Но не видите, да, сообщение новое? Нету, сообщения новых нет. Угу. Ну да, я вижу, что оно не доставлено по каким-то причинам, очень странно. Странно. Угу. А давайте тогда попробуем с вами зайти в электронную почту и туда вам пришлю пригласительное. А какая электронная почта? У меня просто этих почтей. Посмотрите. Вы оставляли, можем на любую, да, на какую вам удобную, но вы оставляли тут macfvf65mail.ru. Я понял. Ну, я туда не могу сейчас зайти. Так как это? Ага. А на какую можете? Давайте я на другую отправлю. А мне сейчас не работает этот mail, вот этот, как это, на этот телефон не работает. Угу. Угу. Я поняла. Вообще, вы говорите, у вас несколько почт, правильно? Что, никакая из них не работает? Нет. Вы не знаете зайти, вот это мы, чтобы не посмотреть почту, не зайти с телефона. А мне зайти, посмотреть, что в почте. Угу. А почему? Вы не умеете заходить, я могу вам объяснить, либо пароль не помните. Да там пароли, да, пароли, да. Нету паролей, никаких паролей нет. Все заблокировали, пароли все заблокировали. За спам. Я поняла. Угу. Хорошо, давайте тогда сделаем по-другому. А я сейчас вам продиктую ссылку на сайт, да, и вы ее... Да. Знаете, как в браузер заходить в интернет? Конечно, да. Угу. Открывайте тогда браузер. Так, открываю браузер. И пишите там, где нужно писать название сайта, да? Угу. Так, 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 пишу. Я вам по буквам буду говорить, английскими буквами. Да, да. Б. Б. А. А. Давай побыстрее говорите. Р. Я же вычищу. Р, английская. Техническая локала. Бар. Бар. Так, бар. Барла. А. Барла. М. Барлам. О. Барлам. Барламу. Так, барламу. Точка ком. Барламу точка ком. Хорошо, барламу точка ком. Да. Так, это хорошо. Угу. Заходите, смотрим. Ну, сейчас открывается, пока что-то зависло все. А вы пока на словах скажите, пока, может быть, оно откроется. А что такое-то барламу точка ком? Что это за сайт? Так, смотри. Барламу точка ком это платформа, международная платформа, на которой вы уже, соответственно, будете торговать, да? Мы не являемся владельцами этой платформы. Это у нас есть с ними сотрудничество. То есть это международная платформа, да? Именно на ней вы уже занимаетесь торговлей. И вот поэтому я хочу вам показать, как она, в принципе, выглядит дальше, да? И именно на нее вам нужно... Торговая площадка это барламу. Да, да, это торговая площадка, где вы будете заходить, открывать сделки, закрывать, и аналитик вас уже будет обучать по ней. А вы какая организация-то вообще? Вы что же говорите? Я же прослушал. Вы прослушали? Смотрите, я звоню из компании «Газпром». Так, так, «Газпром», компания «Газпром» — это какая? Это европейская или это американская? Что это за «Газпром»? Нет, а вы слышали «Газпром»? Это наша отечественная компания. Отечественная — это какая страна отечественная? Россия. Россия — это компания «Россия», да? Да, это русская компания «Газпром». Ну, я думаю, вы слышали, что производит «Газпром». Нет, так русская или российская она, как говорится? Российская. Российская компания «Газпром», да? Это вы из «Газпрома»? Да, да. А вы сотрудник «Газпрома»? Да, я сотрудник Газпрома. А вы это менеджер там? Да, я финансовый менеджер. Финансовый менеджер компании Газпром? Да, все правильно. Ага. А это Газпром, это... Это с какого города вот этого, вы не подскажете? Смотрите, я в Москве нахожусь. А вы в каком городе находитесь? Я в Вологде нахожусь. Я же с Вологдой. А, вы в Вологде. А это Газпром? А это Газпром, это не тот Газпром, это ЗАО Газпром? Который ЗАО Газпром, или что это такое? Алло, короче. Смотрите, у Газпрома есть, да, несколько сейчас от влитвлений, да. И я звоню именно из Газпромбанка. То есть мы занимаемся инвестициями. Также есть отдельное отделы компаний, которые занимаются добычей газа. То есть наша компания разделяется на несколько департаментов. Это ПАО, Газпром. А, так вы из ПАО Газпром звоните? Да. А вы сказали Газпромбанк. Смотрите, у Газпрома, да, есть несколько от влитвлений. Как вы знаете, сейчас многие компании, там, Тинькофф открывает, Тинькофф Инвестмент, открывает, ну, то есть, сейчас все корпорации такие большие, они идут во все сферы. Да. Для того, чтобы заработать больше денег. И вот именно я занимаюсь инвестициями. Я работаю в партнаменте инвестиций. Так вы Газпром, сотрудник Газпрома, ПАО Газпрома или Газпромбанк? Я сотрудник Газпромбанка. А, так вы из Газпромбанка. Ну, я говорю просто Газпрома, чтобы вам, ну, как бы, понять, потому что многие не знают, что вообще есть Газпромбанк, знаете, поэтому я говорю в общем Газпромбанк. Вы Газпромбанк, то есть, да? Да. А это ЗАО Газпромбанк или что это? ЗАО или что это такое? Это акционерное общество, Газпромбанк. АО Газпромбанк? А, нормально. Да. Я вот карту заказывал, Газпромбанк, полторы недели назад. Вы когда не подскажете, когда мне ее причнуть? Карту Газпромбанка, когда причнуть, я заказывал. Смотрите, эта информация у меня шесть дней назад заказывали, я поняла. Смотрите, вам нужно обратиться в другой департамент, потому что мы не связаны, да, с департаментом, который занимается выпуском карт. И уже лично у них уточняют. А вы сейчас, кстати, каким банк? Я, я Сбербанк. А вы каким банком пользуетесь? Да как же, а как вот, вы же, вы можете по телефону связаться там с Газпромбанком по внутренней связи, чтобы узнать, карта моя готова или как? Почему так долго карты нет? Я заказывал, вот шесть дней перепрошло, долго очень. А на сайте написано, на вашем сайте Газпромбанка написано, что карта готова, можете забрать. А я звоню туда, мне говорят, что нет, а почему? А что вам говорят? Нет, не готова. На сайте говорят, готова. Вот вы же, а вы из Газпромбанка, вы не подскажете там, не можете узнать? Смотрите, я работаю в другом департаменте. Вы понимаете, что наша компания очень большая, да? У нас, ну, десятки сотрудников, сотни, поэтому я не могу связываться с нашим сотрудникам по другим вопросам. Смотрите линии по Газпромбанку, чтобы узнать, моя карта какая. У меня же фамилия, имя, паспортные, да? Нет, ну, я поняла, да. Но, к сожалению, я не могу связаться, потому что, чтобы подать заявку, вы должны это сделать сами, да? Даже если я сейчас позвоню моему коллеге и спрошу за вашу карту, во-первых, я не могу вам дать эту информацию, потому что, ну, вы сами понимаете, что это конфиденциальная информация. Вдруг там вообще какой-то другой человек звонит и говорит, я Магомед, где моя карта, пришлите мне карту. Но вы сами понимаете, что это безопасность. Поэтому вам нужно оставить заявку, да, нужно именно в тот департамент обратиться. То есть вы сомневаетесь, что я есть Магомед, правильно? Нет, я не сомневаюсь, но для безопасности наших клиентов мы не можем просто так рассказывать всем информацию о существующих или будущих клиентах. Вы сомневаетесь, что я Магомед, а я, значит, не должен сомневаться, что вы Газпромбанк, да? Нет, Магомед, я не сомневаюсь, что вы Магомед, я вам верю, но я объясняю, для того, чтобы узнать данные о вашей карте, я не смогу вам их дать. Вы понимаете? Потому что может позвонить ваш друг, который сейчас слышит про карту, и получить вашу карту. Безопасность нашего банка, ну, для нас самое главное, что это безопасность. Я вот думаю, а может вы меня обманываете, может вы не Газпромбанк? Я вот начинаю сомневаться... Я вас не обманываю. А как вы можете мне вот, чтобы я вам поверил, что вы Газпромбанк, как вы мне можете это доказать? А как вы хотите, чтобы я вам доказала, не знаю, фотографию в офисе отправила или что? Чего отправила? Ну, а как вы хотите, чтобы я вам доказала, что я звоню из Газпрома? Не знаю, я начинаю сомневаться, что вы Газпромбанк. Вот я начинаю сомневаться... Ну, мне договор о работе отправить, ну, или как вы это себе представляете? Я не знаю. Вот я... Вы мне пока говорите, я думал, вы мне сейчас скажете про карты все, а вы ничего не говорите, а у меня такой пирож в жизни, чтобы мне Газпромбанк еще и я в любой банк мне сразу все данные давал. А вы мне даже кодовое слово не спросили, ничего вообще. Магомед, смотрите, я же вам объясняю, что есть несколько департаментов, я работаю в департаменте... Вы меня связайте с департаментом, у вас есть внутренняя связь. Я не могу вас связать, я же объясняю, что я не могу вас связать, потому что вам нужно самому позвонить им и связаться. Мы сейчас с вами говорим о заработке инвестиций, а мы сейчас не о вашей карте говорим. Начинаю сомневаться, что вы Газпромбанк. Мне кажется, вы мошенники какие-то, мошенники. Почему вы говорите, что мы мошенники? Ну вот такое ощущение у меня возникает. Ну какое ощущение? То, что я не могу узнать про вашу карту, но это логично, что я не могу узнать про вашу карту, потому что это другой департамент, я же вам объясняю. А вы говорите, что в чем заключается мошенничество? Что для вас мошенники? Ну мошенники, мне кажется, что вы мошенники. Ну а в чем заключается мошенничество с нашей стороны? Окей, вы говорите так. Не знаю пока, я же не разбираюсь. Ну я прошу у вас деньги на карту, или что, или я вас обманываю, или что, а вы говорите, я мошенник. Но я тоже могу сказать, что, Магомед, вы мошенник, вы воруете на строительстве материала. Ну я тоже могу много чего сказать о вас, не зная о вас и просто взять какие-то предположения. Так, значит так, вы Газпромбанк, правильно? Газпромбанк? Да, правильно. Так, хорошо. Так, и что мне Газпромбанк предлагает инвестировать деньги куда? В Газпром, да? Вы инвестируете не в Газпром, вы инвестируете с помощью нашей компании. Вы можете выбирать акции Газпром также, но мы не говорим, что только в них, да? Вы инвестируете в разные компании. Вы уже это обсуждаете с аналитиком, выработав вашу стратегию. Я понял. А чего это вдруг Газпромбанк занимается инвестициями? Объясните мне. Ну, а почему Тиньковбанк занимается инвестициями? Тиньковбанк не занимается инвестициями. Ну у nú юх даже есть предложение для инвестиций, как не занимаются? А почему все банки сейчас занимаются инвестициями? Я понял. Почему все международные банки занимаются инвестициями? Потому что все хотят заработать. Ну понятно, я понял. Ну или вы думаете, что мы один банк в мире, который ни с того ни с сего решили инвестировать? Есть Газпром банк, а есть Газпром инвестиции. Разные вещи, понимаете девочки? Я понимаю, но я вам объясняю. Но вы там у себя это еще не знаете просто. Но это нормально. В смысле? Я не могу сказать, что я не знаю, где я работаю? Или что я не знаю? Слушай, где сколько лет? Серьезно. Мне 26. Ну меньше, понятно. Мама, папа есть? В каком плане меньше? Ну ясно. Мама, папа есть? Ну мама есть. А почему вы задаете эти вопросы? Мама знает, чем ты занимаешься? Ну конечно, мама знает, что я работаю в Газпром банке. Мама знает, что ты занимаешься мошенничеством? Я не занимаюсь мошенничеством. Почему вы говорите, что я занимаюсь мошенничеством? Смотри, девочка. Смотри, девочка. Мама, возможно, действительно, мама твоя думает, что ты сидишь там в колл-центре, занимаешься там какими-нибудь окнами, продаешь там какие-то двери там. А ты представляешь, мама когда-нибудь узнает, чем ты занимаешься? О чем вы знаете, Магомед? О каком мошеннице вы говорите? Вы сейчас обзываете меня мошенником. Не знаю ничего обо мне. Что вы считаете это нормальное общение? Ты есть мошенница. Ну что ты? Что ты? Я не мошенник, но вы тоже мошенник тогда. Я тебя через десять секунд раскусил. Ну ты что, девочка? А что вы раскусили? Какой Газпромбанк? Девочка, какой Газпромбанк? Ты сидя у себя там на Украине даже не понимаешь, как здесь работает Газпромбанк, Газпроминвестиции. На какой Украине? О чем вы говорите? Поэтому, девочка, понимаешь, прекращай эти мошенники. У вас есть какой-то негативный опыт, я не понимаю, или что? Что проблема? Прекращай мошенником заниматься, девочка. Прекращай. У вас есть какой-то негативный опыт? Слушай, девочка, еще такой вопрос. Говорят, что пока там к вашим подвалчикам в конторке, пока типа не разведешь какого-то лака, вы там стоя работаете. Что правда, что ли? Ну стоя стоит, пока не разведете. О чем вы говорите? Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. О каком работа стоя? О каком разводе? Ну я вам звоню, что предлагаю какие-то ставки делать или что, или отправлять деньги мне. О чем вы говорите? Девочка, прекращай заниматься мошенничеством. Серьезно тебе говорю? Потом, потом это все, блять, всплывет. Магомед, я не занимаюсь мошенничеством. Занимаешь? Я работаю. А то, что вы там себе что-то придумали, я не знаю, какой-то опыт может негативный есть. Или в чем? Потом все это всплывет. Давайте тогда каждого называть мошенником. Мне даже жалко тебя что-то. У тебя голос такой, знаешь. Ну а мне вас жалко, что вы не хотите зарабатывать, и что вы будете работать строителем. Мне тоже вас жалко, что вы живете такой жизнью. Не хотите зарабатывать как с фондом банком, да? Ну вы не хотите вообще зарабатывать. Вы думаете, что все вокруг мошенники, я не знаю, и вам предлагается инструмент для заработка. Я говорю, вы мошенники. Я вас спрашиваю, почему вы не можете объяснить. Просто потому, что вы так решили. Прекращай, девочка. Мне даже тебя обзывать не хочется. Я ругаться с тобой. Мне вот тебя что-то жалко. Я тебя слушаю, мне жалко. А мне жалко, Магомед. Я тебя представляю, стоишь там или сидишь на стульчике там. Наверное, там недавно только туда устроился, вот этот подвадчик ваш странный, блядь. И вот здесь, блин, ну как тут. Ну что ты работы не можешь найти? У вас такие познания о мошенничестве? Вы раньше этим занимались или вот мне интересно? Вчера вот так с работы, я понимаю, ну, не знаю, есть вон в Россию. Магомед, у вас такие познания глубокие, да, о мошенничестве, что там кто-то стоит, еще что-то. Вы этим занимались раньше? Ну, зато честно, понимаешь. Потом будет не стыдно глаза смотреть. Понимаешь? А потом это все слывет. Магомед, я никому не стыдно смотреть в глаза. Потом, ты поймешь, девочка, потом это все слывет, рано или поздно. Поверь мне, я знаю. Магомед, я не понимаю, о чем вы говорите. У меня вопрос. Еще есть такая штука, бумеранг. Понимаешь? Бумеранг это пиздец, это вообще жесть. Оно, блядь, вернется, ой, оно может вернуться лет через десять. Магомед, я ничего плохого вам не предлагаю, пока всем нашим партнерам. То, что вы там что-то себе решили. Я даже никому не желаю это. Почему вы так много знаете о мошенничестве? Вы этим занимались или что? Но это неинтересно. Какой из меня мошенник? Ну, вы занимались мошенничеством? Откуда вы знаете какие-то там детали? Ну, вы говорите, что там кто-то где-то стоит в каком-то офисе, пока кого-то не обманешь. Ну, вы же сами это говорили. Поверь мне, добром это все не кончится. Ты думаешь, вот так сейчас посидишь там, это самое, соберешь какую-то сумму, да, там, что-то себе на что-то. Магомед, я не понимаю, к чему вы мне это говорите. Я знаю, где я работаю. Это же голосов все записаны, все это будут знать, понимаешь. Есть люди, которых вы там кинули, но не ты лично, может ты уже тоже кого-то развела. Понимаешь, это же... Магомед, мы никого не бросаем, мы зарабатываем деньги, я вам объясняю. Не надо хуйню говорить, серьезно. Ну, не прекращай. Ну, мне кажется, хуйню говорите вы. Да какой ты Газпромбанк? Ну, что ты несешь? Ну, дурочка, ну, что ты несешь? Ну, серьезно, ну, вообще, ну, это такой бред, вот с этим вашим Газпромом, это такой бред. Вы там на Украине, блядь, даже не понимаете, что вы эти суммы с Газпромом покрываете, вы просто спарите себя сразу. Не занимается Газпромбанк, понимаешь, такой хуйню. Ну, не занимается Газпромбанк. И Газпром мы тоже не занимаемся. Магомед, у вас есть какие-то вопросы по теме? Поймите, передай остальным тоже там дуракам, блядь, своим. Или вы просто хотите поговорить о какой-то непонятной вещи? Я тебе это самое, хочу направить на путь истинный. Завязывай, блядь, собери. Возьми сейчас... Магомед, меня никуда не надо направлять. Вы себя направьте и начните зарабатывать. С этого разводника, с этого подвальчика, понимаешь? Найдите работу нормальную. Меня никуда направлять не надо. Вы всегда направьте. И вот бабы работают у меня, это самое... Магомед. Работают, ничего. Ну, тяжело, блядь. Честно? Зато честно, зато совесть будет, понимаешь, честа. Это очень важно. Это сейчас... Магомед. Я сейчас просто полосу трубку, потому что я не понимаю, о чем вы говорите. Ты думаешь, это хуйня, все нормально? Нет, нет. Вы слышите меня? Потом пройдет время, пиздец ты пожалеть можешь. Ну, конечно, у тебя совесть есть какая-то. Магомед, я не хочу вам грубить или хамить, но вы сейчас говорите какой-то бред. Вы несете мне какой-то бред. Я знаю это. Я сам это все проходил, понимаешь? Я это все знаю. Что вы проходили? Неважно что. Поэтому бери свою сумочку. Бери свою сумочку и просто с этого подвальчика уюбывай быстрее. И найди нормальную работу на Украине. Все, Магомед, я не хочу вам грубить, но в этом разговоре нет смысла. Весь на стройку, работай, и все. Нормально, можно штукатурами работать, ничего тяжело, воняет. КОНЕЦ Магомед